Добрый вечер! Татьяна, очень приятно вас видеть в нашей студии. Татьяна, начнем издалека, с истории. В молодой Советской Республике к концу 30-х годов уровень грамотности населения достиг 80%, а вот в 1917 году он составлял где-то 42%. То есть благодаря учителям, которые были главной движущей силой проекта ликвидации безграмотности, уровень грамотности вырос в два раза. Но, соответственно, отношение к учителям было учитель-человек с большой буквы. Как сейчас? Я считаю, что учителя сейчас тоже играют очень большую и важную роль в жизни общества. Я гордо говорю, что я учитель, когда меня спрашивают о моей профессии. Я считаю, что мы очень значимы для общества. Какова все-таки сейчас роль учителя, его значение вообще во всей системе образования? Ведь очень много управленцев. Вот именно роль учителя какая сегодня? Роль учителя первостепенна. Мы все проходили через учителей. Мы все помним наших первых учителей. Думаю, вы тоже их помните. Но сегодня мы стараемся не просто транслировать знания, не просто передавать ученику их. Мы стараемся на уроках создавать такие ситуации, проблемные ситуации, чтобы дети сами ставили вопросы, сами старались находить ответы на эти вопросы. Тем самым мы готовим детей к большей жизни, учим их мыслить. Татьяна, ну и тем не менее, почему же так мало молодых педагогов, мы помним, да, называли цифру 5,5% в школах, зачем люди идут в педагогические университеты, институты, а потом не идут в школы? Почему так происходит? Ну, я думаю, материально... Вы, когда поступали в педагогический институт, вы знали, что продолжите, что будете? В какой момент пришло осознание этого, да? Честно, нет. Я не собиралась быть учителем, я пошла изучать английский язык, но во время обучения в университете мне довелось несколько лет подряд ездить в лагерь в юность, я работала вожатой, и по прошествии этих лет я поняла, что у меня это получается, и мне доставляет это удовольствие, работать с детьми, помогать им добиваться результатов и понимать, что я именно причастна к этому. Поэтому я считаю, что мне повезло, я нашла свое дело, и я очень этому рада. А почему другие тогда? Нет. Как вы считаете? Я понимаю, что вы не можете ответить за всех, но тем не менее. Я могу предположить, работа в школе, естественно, не такая простая, как может показаться. Она отнимает очень много сил, и просто не все люди, наверное, готовы тратить столько сил и терпения на работу в школе. Ну вот, а вы все-таки, ну помимо того, что вам понравилась работа с детьми, так, что-то еще, может быть, смотивировало вас на то, чтобы пойти в школу? Не в институт, а именно в школу. Мне хотелось делиться тем, что я знаю. Мне хотелось помогать ребятам добиваться каких-то высот. Очень здорово видеть, что они радуются этому. Они, правда, не всегда говорят спасибо, потому что они не понимают. Им кажется, что это полностью их заслуга. Но тем не менее, я как взрослый человек понимаю, что я помогла это сделать. Это здорово. Плюс это рост. Все равно профессиональный рост. Школа дает возможность развиваться. Мы никогда не стоим на месте. Учитель — это мыслительная профессия. Постоянно приходится узнавать что-то новое. В профессии, просто в жизни. И, наверное, работать с детьми помогает всегда быть молодым. Да, да, да. На интернет-ресурсе 74.ru в июне этого года появилась статья, основанная на анонимном интервью с учителем. Имя автора статьи пришлось изменить, но проблема, озвученная педагогом, носит довольно распространенный характер. Вот я позволю себе привести цитату. Она достаточно большая, но... «У меня в классе 30 учеников. Получается, что лично каждому я могу уделить только полторы минуты времени. Все остальное время уходит на текучку, бумажную работу. Нужно заполнить тот же сетевой дневник, проверить домашнее задание, написать отчеты. В конце каждой четверти и учебного года на каждого ребенка заполняется портфолио. Его личное дело — это по 5-6 страниц на ученика. От уровня воспитанности до роста успеваемости. Вот все-таки какой же должна быть мотивация для молодых педагогов, для педагогов, для того, чтобы прийти и, главное, остаться в школе? Ведь приходится выполнять столько, на мой взгляд, ненужной работы. Ну, никто не убирал, конечно, материальную составляющую. Естественно, люди, выходя из университета, хотят материально себя достойно обеспечить. Всю жизнь, будущую семью, особенно, например, педагоги-мужчины. Это первая причина, да, первый уровень мотивации. Второй — это возможность профессионального роста. Опять-таки, как я об этом уже говорила, все-таки школа дает такую возможность. Сначала получить, например, первую категорию, потом высшую категорию. Здорово, когда звучит, что ты учитель высшей категории. И последнее, наверное, приходя в школу, учитель должен получать выбор. Быть педагогом-предметником и заниматься именно предметом. Добиваться результатов. Или быть тьютором. Тьютор — это тот, кто занимается непосредственно классным руководством. Вне классными мероприятиями, как раз-таки заполнением отчетов и составлением разных характеристик. И осуществляя этот выбор, уже будет у учителя строиться более качественная работа. Когда один учитель, как сейчас мы все привыкли видеть такими учителей, выполняет и роль тьютора, и роль учителя-предметника, это, конечно, тяжело. И молодой педагог зачастую просто не готов к этому. Ну а как вы относитесь к этому количеству отчетностей? Даже у наших учителей все-таки не было этого. Не было вот этих дневников электронных, не было такого количества портфолио, которым нужно заполнять. Вот в наше время все-таки это больше отвлекает от работы или все-таки полезно? Как вы считаете? Отвлекает. Безусловно, этих отчетов действительно много. Этот учитель прав, и я полностью с этим согласна. Но с одной стороны, с другой стороны, все-таки сетеводневник, он несколько облегчает. Ну и учителям более молодого поколения проще это делать. Мы больше знакомы с компьютерами. Насчет отчетов и характеристик, к сожалению, они остаются. Да, они отвлекают. Да, после уроков мы тратим большое время и на проверку тетради, и на подготовку к урокам, и на составление данных отчетов. Ну, это наша реальность. Ее каждый раз пытаются изменить. Каждый раз говорят, что будет меньше отчетов. Где-то им удается это сделать. Ну, где-то нет. Ну, помимо этой волокиты, у вас еще также есть участие в профессиональных конкурсах. Повышение квалификации, работа в творческих группах и так далее. Как вы к этому относитесь? Все-таки это больше как стимул для развития для вас или так же отвлекает? Должен ли учитель учиться? Безусловно. Я считаю, что это все-таки стимул к развитию. Это требует очень большой подготовки. Это может занимать до трех месяцев. Я участвую в конкурсе «Учитель года». У меня это действительно ушло на это три месяца. Это очень кропотливый долгий труд. Но с другой стороны, знаете, я года три хотела создать свой собственный сайт. И когда я пошла участвовать в этом конкурсе, наверное, неделя я создала свой сайт. Я смогла обобщить свой опыт. Я смогла им поделиться при помощи этого сайта с другими учителями. Получить какие-то отклики на мою работу. Поэтому это больше все-таки стимул, нежели волокита. Как-то вскользь коснулись очень важного вопроса зарплаты. Все-таки должен ли быть, зарплата может ли быть стимулом для педагога? Или здесь все соответствует со словами председателя правительства Дмитрия Медведева? Кто не помнит, я предлагаю сейчас посмотреть этот кусочек интервью. Меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. И все-таки вот зарплата. Важна ли вещь в учительском труде, либо учитель – это подвижник, святой человек? Учитель – это в первую очередь призвание, безусловно. Дмитрий Анатольевич прав. Но он нам предлагает идти в бизнес, а я не хочу идти в бизнес. Почему я должна хотеть в бизнес? Я хочу быть учителем, но при этом я хочу, чтобы мой труд достойно оплачивался. Этого хочет любой человек, который идет на работу. И учителя мы тоже люди, мы тоже этого хотим. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, в котором наши коллеги подготовили информацию, сколько получают учителя в разных странах мира. В этом году лучшим учителем планеты был признан 36-летний преподаватель физики и математики сельской школы в Кении, член религиозного ордена францисканцев Питер Табичи. В Дубае ему вручили престижную международную премию Global Teacher Prize. Условия работы у Табичи суровые. На одного учителя в среднем приходится 58 воспитанников, а на всю школу всего один компьютер с выходом в интернет. Полученный в качестве приза миллион долларов, учитель намерен потратить на развитие образования в своей стране. Известно, кстати, что лауреат конкурса помимо сил и времени тратит до 80% заработка на помощь ученикам деревни Пвани, где преподает. Этот факт многое говорит не только об отношении учителя к своей работе, но и о размере его дохода. Больше всего школьные учителя зарабатывают в развитых странах. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, правда, за 2017 год, богаче всех в мире живут преподаватели зажиточного Люксембурга. Там учитель средних классов с 15-летним стажем получает в среднем 9100 долларов в месяц. Значительно меньше оплачивается труд педагогов Германии – около 6800 долларов в месяц. В США – 5250. Кстати, сопоставимые суммы получают учителя, например, в Мексике, где уровень жизни гораздо ниже. В Восточной Европе труд педагогов ценится меньше. В Польше ежемесячная оплата в среднем 2130 долларов в месяц, в Литве – 1640 долларов. Примерно в этих же пределах получают учителя в Индии и всего 1000 долларов в Китае. Россия по уровню зарплат учителей находится на уровне Ганы и Египта. Но это если говорить о регионах. Например, в Бурятии учитель получает примерно 520 долларов в месяц, а в Москве – в три раза больше – около 1500 долларов. То есть столько же, сколько учитель в Кении, где и преподает Питер Табичи – лучший учитель планеты. Мне кажется, после нашего выпуска Татьяна сейчас пойдет домой, соберет чемодан и поедет жить в Люксембург. Обидно, не обидно, Татьяна? Знаете, наверное, не обидно. Работая в школе, конечно, деньги – это важно, но все-таки отношения детей, которые выстраиваются в течение долгих лет, важнее. Прекрасно. Сегодня буквально читал статистику, которую подготовил портал Headhunter. Оказывается, что в Новосибирске и в других крупных городах Сибири очень мало учителей английского языка, потому что они уезжают в Китай, где им предлагают зарплату от 100-150 тысяч рублей. Вот сами-то никогда не думали? Когда вышла только с университета, проработав, наверное, пару лет в школе, да, у меня было такое желание, потому что все-таки в первую очередь, наверное, опять-таки не зарплата мною движила, а все-таки язык, его развитие, практика. То есть вот это было для меня более важным. Конечно, Китай – это не англоговорящая страна, но китайский я все равно не знаю, так что разговаривал бы я на английском. Хорошо, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и информацию о погоде, а вернемся к теме буквально через пару минут. Поговорим о том, как сейчас строятся взаимоотношения с учениками и родительских чатах и прочих интересных вещах. Татьяна, мы возвращаемся к нашей интересной беседе. Скажите, пожалуйста, вот вы же преподаете сейчас у детей, которых называют поколение Z. Одних называют потерянное поколение, другое поколение гениев, да. У них есть определенные особенности восприятия, клиповость мышления, YouTube важнее, чем живое общение и прочее, прочее, прочее. Накладывает ли на вас, как на учителя, вот эти вот особенности поколения, с которыми вы работаете, какие-то штуки, может, вы думаете, интересные, чтобы завлечь, вы учитель, либо вы модератор, вы кто? Насчет поколения Z и насчет интернета. Я стараюсь интернет, их телефоны и так далее сделать своими, наверное, помощниками. Безусловно, они запрещены в школе, в гимназии, они не могут им пользоваться. Но есть очень хорошие интернет-порталы, платформы, например, Кахут. Он очень познавательный, он интерактивный. Дети участвуют, играя при помощи своих телефонов и интернета, прямо на уроке. Это хороший способ, например, повторить пройденный материал, актуализировать что-то. То есть это наоборот здорово. И, во-первых, детям нравится, во-вторых, мне легче, в-третьих, это разнообразие, это здорово. Но в большинстве случаев дети мои просто знают, что телефон на урок брать нельзя. Он у них лежит спокойно в сумке, и, конечно, у них есть желание туда залезть. Но мы даем столько заданий, соизмеримо их возможностям, что они всегда вовлечены в процесс обучения, и у них нет времени на это просто. Хорошо. А какие вы приемы используете для того, чтобы все-таки максимально сосредоточить внимание детей на себе? Зависит вообще от детей. Иногда я могу какой-нибудь жест применить, использовать. Иногда могу при помощи интонации привлечь их внимание. Иногда могу просто замолчать и установить зрительный контакт. То есть все зависит от ребенка. А вот так, вот знаете, ручка по столу, тук-тук-тук. Нет? Нет, так не приходилось. Мне очень интересно так было. Либо что-нибудь пошутить, например, тоже привлекает их внимание. Наказание, может быть, какие-то за невыполненные домашние задания применяете? Или как? Вот вы? Ах, ты не приготовился, ругаетесь. Как это делается? На самом деле сейчас у меня такой проблемы почти нет. Если мои ученики сейчас меня смотрят, я прям с гордостью могу сказать, что процент невыполнения домашних заданий у меня на уроках снизился, наверное, до одного. Но этому предшествует, естественно, работа. Я каждый урок прохожу по партам, смотрю полное выполнение домашнего задания. Стоит мне задержаться на минутку, у меня уже школа вопросов. Татьяна Андреевна, а вы что, не пойдете проверять домашнее задание? Я всю ночь писала его. Если ребенок не выполнил домашнее задание, действительно такое бывает, он уже тоже не научен, что они могут спокойненько подойти ко мне перед уроком, сказать там, извините, я приболел, я не смог принесу завтра. Если я не готов, они уже сидят с дневником. Я беру дневник и пишу замечания. Но двойки я не ставлю. Двойки мы успеем поставить. Тина, я вот вижу у вас пометки в ваших записях розовой ручкой. Вы оценки тоже розовой ручкой ставите или все-таки красной? Да, розовой. Почему? Так случилось, что, естественно, мы все проходили через школу, эта красная ручка меня как-то настораживала, пугала, она как-то недружелюбная. И когда я пришла работать в школу учителем, изначально я тоже делала пометки, замечания ставила красной ручкой. Но каждый раз это меня как-то коробило, мне казалось, что детям, ну, все равно, они испытывают те же чувства, что и я. Я пыталась найти способ, каким другим цветом я могу это делать. Фиолетовый, естественно, там не подходил, зеленый, не знаю. И кто-то из учителей как-то увидела, у них не было ручки, они поставили розовый. Я думаю, о, хорошая идея. И теперь, да, я используюсь только розовой ручкой, и сегодня даже спросила у детей, говорю, а вам каким цветом лучше получать оценки и замечания, особенно замечания? Розовый или красный? Розовый был стопроцентный ответ. И все-таки я хотел бы еще раз немножко про особенности наших детей, да. Вот сегодня дети, на ваш взгляд, они более самостоятельны, чем раньше, либо они вот законтролированы родителями, которые заставляют их там учиться и так далее. Расскажите. Все зависит от семьи, все зависит от родителей, от воспитания. Есть дети, которые, и самое главное, от характера, все равно дети уже рождаются с какими-то качествами. Есть дети, которые в 10 лет могут сами контролировать свое расписание, договариваться с учителями о каких-то дополнительных занятиях или дополнительном времени, когда они что-то не поняли, могут подойти и проконсультироваться у учителя. А есть те, кто, учащиеся в 11 классе, не могут контролировать свое расписание. Так что все зависит от людей, они маленькие личности. Ну, как вы уже сказали, что родители очень разные все. И вот такой еще интересный вопрос, тоже новый метод, в нашем детстве такого не было у родителей инструмента, это родительский чат. Да. И если почитать то, что пишут в родительских чатах, можно ужаснуться на самом деле и подумать, что дети иногда гораздо более адекватнее своих родителей. Вот все-таки, вот вы как считаете, полезно, не полезно? И какие бы вы сами поставили бы ограничения? И ставите ли вы ограничения? У меня тоже есть чаты, у меня есть чаты с моим классом, где я классный руководитель, и, безусловно, с родителями. Но проблема в том, что они пишут там что-то непонятное, шлют картинки, нет, такого нет. Изначально, когда чат создавался с детьми, я сразу проговорила, ребята, это чат для того, чтобы я могла послать вам какую-то срочную информацию, вы могли задать мне какой-то срочный вопрос. Видео, да? А сколько клеток отступать в тетради и так далее? Мне такого не поступает. А бывало ли, что там после 10, например, пишут мамы или какие-то претензии необоснованные? Претензии необоснованные они могут днем поступать, но, опять-таки, если они поступают, я отвечаю человеку, пожалуйста, придите, мы с вами поговорим, у меня есть часы, они прописаны на сайте гимназии, когда вы можете ко мне прийти, и мы переговорим с вами лично. Насчет времени, когда они мне могут писать, тоже на собрании было оговорено. Я работаю в такое-то время, пожалуйста, все вопросы в это время. То есть правила игры заранее. Да. Татьяна, 9 лет, да, вы преподаете? 9 год. 9 год. Скажите, пожалуйста, вот что вы за это время поняли про профессию, про детей, про саму себя? Немножко голосовский вопрос, общий. Это ценная профессия. Опять-таки, я гордо говорю всегда, что я учитель. Мне, безусловно, нравится работа с детьми, это самые лучшие учителя. Сколько бы мы ни знали, сколько бы мы ни учились в университете, все равно у ребят есть то, чему нас научить. Научить добру, научить какой-то детской непосредственности, не терять это, мечтательности, хорошему искреннему отношению к людям. Потому что дети, приходя к нам, они все-таки не врутся. Они по ним, даже если они пытаются это сделать, по ним это видно. То есть вот какой-то чистоте и искренности, вот это бесценно. А вот такой вопрос, менее приземленный карьерный рост у вас, как у учителя. Понятно, категории сначала растут, а дальше что? Вот вы сами себе как-то распланировали свое учительское будущее? Про себя я пока не могу так яро утверждать, потому что все наши более высокие посты заняты. У нас работают очень хорошие квалифицированные завучи. Но если брать учителя отдельно просто как профессию, то непосредственно после повышения квалификации до выше, например, я считаю, что это потолок, потому что высшей категории уже нет. Но есть, например, тот же завуч. Это несколько другая работа, у завуча меньше часов, но тем не менее это карьерный рост, и это вполне возможно. Если у учителя есть желание работать в школе, расти там, то ему эту возможность предоставить. Что ж, Татьяна, предлагаю на этом завершить. Во-первых, хотелось бы поздравить вас с наступающим днем учителя, пожелать вам карьерного роста, внутреннего роста и только послушных детей. Спасибо большое, Татьяна. С вами были Иван Печников и Эльвира Хандошко. Да, у нас в гостях канун дня учителя был преподаватель английского языка гимназии номер 5 Татьяна Прописнова. Это проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш инстаграм, каковы.тв. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир тоже можно посмотреть на ютуб-канале телеканала «Хабаровск». Пока-пока. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...